Их призвание спасать жизни людей. Они выезжают, когда требуется экстренная медицинская помощь, и счет идет буквально на секунды. Алексей трудится на скорой уже больше 20 лет. И он, как никто другой, знает, что для спасения жизни и проведения успешной реанимации важна современная медицинская техника. Именно поэтому Химкинскую подстанцию скорой помощи оснастили новыми автомобилями. Мы спешим поделиться очень радостным и действительно важным для нас событием. На днях мы получили автомобиль, вот этот вот по факту уже показывает этот автомобиль, который мы не просто получили, а он уже находится на линии, он работает, он оказывает медицинскую помощь. Машина реанимации выезжает на самые сложные и экстренные вызовы, такие как ДТП, падение с высоты, травмы и другие ситуации, когда для спасения жизни требуется высокотехнологичное оборудование и квалифицированный персонал. Автомобиль комплектован по 388 приказу, класс С, то есть реанимобиль, он намного комфортабельнее тех, которые у нас были до этого, и по мягкости хода, и по мягкости для пациента, и по условиям стоя работать можно. И аппаратура здесь просто на высочайшем уровне, она вся Медумат, Вейман, Корплюс, классная аппаратура, вся импортная, вот, я думаю, что с этим оборудованием будет намного комфортнее оказывать медицинскую помощь нашим людям. По факту это реанимация на колесах, при этом все оборудование мобильно, в любой момент его можно вытащить и оказывать помощь пациентам за пределами машины. По этому поводу сотрудники скорой помощи даже участвовали во всемирном флешмобе. Врачи сняли все медицинское оборудование и разложили технику возле машины. С первого взгляда даже сложно поверить, что такое корочество медицинского оборудования вмещается в реанимобиль. Реанимационный автомобиль оборудован по последнему слову техники. Здесь есть все необходимое для спасения жизни пациента. Это и набор медикаментов, и дефибриллятор, и даже аппарат искусственной вентиляции легких. Также сотрудников скорой помощи оснастили специальными планшетами, которые существенно упрощают обработку информации. Когда для бригады скорой помощи приходит вызов, на планшете раздается сигнал. Врачи введят всю информацию о пациенте и адрес вызова. С помощью планшета врач заполняет карту пациента и запрашивает госпитализацию. А при необходимости может через оператора вызвать и другие службы, например, полицию или МЧС. Можно, в принципе, карту посмотреть, да, то есть посмотреть расстояние, время доезда. Можно отсюда же прямо с этой картой вызова позвонить пациенту. Там есть кнопочка специально «позвонить», «позвонить». То есть адрес не можно найти, пин-код нам неизвестен в двери. Мы нажимаем кнопочку «позвонить пациенту» и разговариваем с ним спокойно по планшетам. По словам врачей, современные технологии значительно упрощают работу и позволяют оказывать качественную медицинскую помощь. Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова